Привет, с вами Алексей Архипенко. Я продолжаю рассказывать про свою систему NotzTyper, которая преобразует текст в музыку. Сегодня поговорим о том, как на самом деле выйти из лада. То есть я говорил, что все алгоритмы, которые используются в системе NotzTyper, по определению высоты звуков, базируются на использовании ладов. Но, естественно, если мы будем работать только строго внутри лада, музыка будет очень сильно ограниченной и фактически никогда не приблизится к полному звучанию с какими-то хроматическими вводами, с выходами из лада и с альтерациями. Для того, чтобы выйти из лада, существует несколько возможностей в системе. И все они, в принципе, перечислены под цветными полями выбора основного алгоритма. Первый вариант – это расположить вне лада самые редкие клавиши. В случае, если здесь написать, например, 10%, там были, например, 50%, все клавиши, которые будут нажиматься редко, 50% из всех таких клавиш, то есть, например, если всего у нас 24 клавиши, то из них, соответственно, 12 клавиш будут вытолкнуты из лада, если это возможно. То есть, это будет сделано путем альтерации на полутон. И если в, например, одном направлении невозможно выйти из лада, например, как в случае с нотой фа, нельзя выйти из лада, сделав альтерацию в сторону ноту ми, то альтерация будет сделана в сторону ноты фа диез. Но, правда, есть лады, из которых таким образом нельзя выйти иногда. Например, если лад содержит два полутона, которые идут друг за другом, то, естественно, из конкретно этой ноты путем альтерации на полутон нельзя выйти. Но, во-первых, таких ладов мало. Во-вторых, в принципе, никто и не обязывает выходить обязательно из лада. То есть, в данном случае, эта нота из лада не выйдет. То есть, она останется либо на той же ноте, либо будет альтерирован на полутона. Затем также есть просто случайные альтерации типа апогиатуры, эскейп-тона и просто альтерации. Не уверен, что есть перевод на русский язык эскейп-тона. А, фактически, в данном случае это тон, не входящий в лад и отстоящий на полутона от предыдущей ноты. Соответственно, как это работает? Очень просто. Апогиатуры создаются из нот предшествующих каким-то следующим нотам. Соответственно, они отличаются от них на полутона, выше или ниже. Эскейп-тоны создаются на основе предшествующих тонов и, фактически, отличаются от них тоже на полутона. И альтерации просто искажают текущий тон, созданный с помощью алгоритма полноценного, на полутона. При этом вот эти алгоритмы, они не пытаются выйти конкретно из лада, а просто искажают ноту текущую, предыдущую или последующую на полтона. Ну, можно посмотреть пример. Я для этого выберу режим распределения по двум нотам и добавлю, например, апогиатуру. Да, еще нужно выбрать лад, такой, чтобы были подальше просто ноты. Вот, и я выбираю только хроматическую тугиту. Соответственно, что происходит? Сейчас у нас ноты находятся на октаве друг от друга, потому что сам лэйаут этот, он подразумевает расстояние в два шага ладовых. Ну, несмотря на то, что мы выбрали тритоновый лад, соответственно, получается, два шага – это уже октава. То есть тритонов здесь у нас нет. Вот ноты до – это и есть ступени лада. И, кстати, да, если вообще отключить хроматическую пагиатуру, будет видно, что у нас все ноты будут на до, то есть здесь согласные, а тут гласные. И когда я включаю пагиатуру, ну, можно даже поменьше включить ее, некоторые ноты теряют свой смысл собственный, то есть они теряют свою ноту, клавиши теряют свою ноту и становятся как бы добавкой к следующей клавише. Вот, например, буквой H вместо того, чтобы находиться вообще в согласных, она оказывается окологласной, прямо окологласной и находится на полтона ниже, например, да, ее. Вот. А здесь согласная становится на полтона выше. То есть выше или ниже – это неважно, там 50 на 50 раскидывается. Вот. Ну, смысл понятен, да? Теперь посмотрим, собственно говоря, хроматический escape. Ну, например, там 20% escape. Значит, ну, в общем-то, escape'ов немного. Вот здесь их нет, то есть все остается на тех же нотах, где было. И вот здесь, crazy one, у нас появляется escape. Нота N становится на полтона ниже буквы O. Но это, в принципе, в общем, казалось бы, это может быть легко и хроматическим вводом, а пагиатурой, да? То есть тут непонятно, на самом деле, что это было, хроматический ввод, а пагиатурой или escape. Посмотрим дальше. Вот the. Вот здесь уже видно однозначно, что это хроматический escape. Хроматический escape. Ну, буква T тут не очень видна, но вот это буква T, а потом H и E идут. Буква E находится после H, и она находится не в своей зоне. Она находится не в своей зоне, а находится на полтона выше буквы H. То есть это однозначно говорит о том, что это хроматический escape. Но это еще не все. Есть такие особенности, когда хроматические escape начинают друг на друга наслаиваться. То есть, в принципе, вот у нас один был хроматический escape, вот следующий появляется и так далее. Почему они начинают в одну и ту же сторону двигаться? Ну, из-за того, что есть такое ограничение. Его там можно отключить, но это ограничение, не дающее хроматическому escape вернуться на ту же ноту, откуда он пришел. Соответственно, до тех пор, пока хроматический escape действует, он будет в одну и ту же сторону продолжать вот таким образом удлинять мелодию. Ну и, собственно, хроматическая альтерация. Теперь, например, 30% альтерации. Значит, здесь все очень просто. Нота становится альтерацией самой же себя. То есть сначала она распределяется, сначала все ноты распределяются с помощью алгоритма, а затем какие-то из нот случайным образом выбираются, там 30% нот, и становятся альтерацией себя. Значит, это видно потому, что все согласные остаются вот в этой зоне, а все гласные находятся вот в этой зоне. И отличаются они только на полтона. Соответственно, вот этот алгоритм приводит к небольшому изменению и не дает ноте значительно уйти, как в случае, например, с escape или аппегиатуры, значительно уйти в другую вообще часть, в другие частоты, в другую высоту из-за того, что следующая нота, например, находится в совершенно другом месте. То есть такого не происходит. Ну, соответственно, эти механизмы решают разные задачи. Теперь поговорим о первом механизме, о котором я упоминал. Это отправлять редкие буквы, редкие клавиши из лада. Понятно, что это, кстати, не работает для хроматического лада вообще. Ну, то есть, включить можно, но работать не будет. Значит, и... Значит, как это работает? Вот пример обработки в режиме most frequent keys in bus, то есть, самые частые клавиши в басу. И видно, что действительно самые частые клавиши находятся в басу. Причем здесь обработка с диатоническим ладом. И все клавиши, они попадают только на диатонические ноты. Но при этом здесь включен вот этот нот frequent keys от of scale 50%. То есть, 50% клавиш, а именно 50% редких клавиш, должно попадать в, собственно говоря, вот вне лада. Зачем выбран именно этот режим? Для того, чтобы было четко видно разделение между частыми 50% и редкими 50%. То есть, в обычном режиме просто не было бы понятно, какая буква частая, какая редкая. Но здесь точно понятно, что 50% редких букв находится наверху, а 50% частых букв находится внизу. Так вот, особенность заключается в том, что здесь все буквы редкие, 50%, ну, половина букв самых редких получают альтерацию. И причем такую альтерацию, которая именно выгоняет их из лада, как я говорил. И видно, что действительно все буквы получили альтерацию. Но важный момент, что каждый раз альтерация может быть разной. И вот, например, вот эти две буквы, как буква одна и та же, ну, клавиша одна и та же, но она попадает на разные ноты. Потому что алгоритм смотрит, если и там, и там есть, и сверху, и снизу ноты есть возможность выйти из лада, то он выбирает случайное направление. Вот это надо учитывать. Ну, а так, в принципе, все довольно логично. Вот, соответственно, если мы возьмем просто нашу обработку и, например, сделаем distribute, ну, или даже, я не знаю, layout возьмем какой-то, да, там, layout и отправим 50% клавиш из лада, то у нас получится просто, что все частые клавиши будут находиться на, значит, вот ступенях лада, то есть это до 3-4 октавы, а все редкие клавиши, они будут действительно выходить из лада. Ну, и понятно, что E, O, Y – это частые клавиши, а D, F, J – это редкие. И можем даже, в принципе, вот по частоте проверить, вот это, значит, частые клавиши, да, а вот это редкие, соответственно. Вот. W, то есть, M. Значит, для чего вообще такая технология нужна? Для того, чтобы разнообразить звучание. За счет того, что мы отправляем именно редкие клавиши наружу лада, мы выходим из лада довольно редко. То есть, это, на самом деле, эмулирует в некоторой степени вот подход, когда самые частые клавиши мы отправляем в мажорную при звучании, значит, более редкие в пентатонику, еще более редкие в диатонику, и совсем редкие в хроматический лад, то есть, фактически, заполняя пространство между ступенями диатонического лада. Вот. Здесь, в принципе, все то же самое. То есть, 50% нот будет находиться вне лада. Но. Не 50% нот, как бы вот, если считать все ноты, а именно 50% уникальных клавиш. То есть, это будет, на самом деле, гораздо меньше, потому что это же редкие клавиши. 50% редких клавиш, ну, будут встречаться, например, в 20-ти, там, в 10-ти процентах случаев из всех, значит, нот. Да? То есть, ну, соответственно, это позволяет... Ну, то есть, надо не забывать, что 50% это не 50% всех вхождений, что ли, да, вот этих клавиш. Это именно 50% самих клавиш. Вот. Ну, таким образом, собственно говоря, мы посмотрели вот все механизмы обработки основного алгоритма цифрно-буквенной обработки. И переходим теперь к обработке специальных всяких символов, пробелов и так далее. Как я уже говорил, в принципе, по умолчанию они все отключены, то есть, они все не звучат. И более того, в специальных клавишах есть также режим, который не просто делает незвучащими бэкспейсы, а также делает незвучащими и клавиши, которые находятся перед бэкспейсом конкретно. Ну, вот, непосредственно перед бэкспейсом. Например, мы что-то напечатали, а потом стерли. Вот то, что стерто, оно будет тоже беззвучным. Вот если выбрать make silent. Keys that were removed with бэкспейс. Вот, единственное, желательно не использовать только всякие стрелки там и прочее, потому что иначе там беззвучным будут они. Ну, кроме этого, есть режим cut out with backspaces. То есть, это означает вырезать вообще из записи и бэкспейсы, и клавиши, которые были удалены с помощью бэкспейсов. И вообще удалить это время. То есть, чтобы зритель просто вообще не увидел даже, что была какая-то ошибка. И проигрывание продолжится сразу с момента, когда эти бэкспейсы были... Ну, сразу с момента, после окончания бэкспейсов. Да, когда уже правильный текст был введен. Вот. Ну, вот такая технология. Довольно интересная. Ну, позволяет на самом деле печатать, вообще не задумываясь, делать спокойно ошибки, исправлять их бэкспейсами и печатать дальше. И эти ошибки все не попадают в конечный результат. Это хорошо, потому что, в общем-то, можно печатать все еще раз без ошибок, и будет такой же точный результат. Но... А можно вырезать вручную, что очень долго. То есть, соответственно, вот такой подход, он просто экономит время и делает удобную работу с системой. Вот. Соответственно, все эти клавиши сейчас беззвучны. Но это, наверное, не самый интересный вариант. Если говорить про специальные клавиши, то действительно давать им звук, наверное, вряд ли кто-то захочет. Вряд ли кто-то захочет давать звук бэкспейсам, там, шифтам. Иногда, правда, это может быть интересно, но обычно это не делается. А вот, если говорить про пробелы, например, то очень интересно дать им какой-то звук, потому что пробел вообще это самый частый символ, более частый даже, чем самая частая буква в алфавите. И поэтому можно пробел, во-первых, но самый простой вариант, это просто пробел отправить полностью в обработку. Сейчас нужно только выбрать режим, который позволит, собственно говоря, использовать... Как-то вот так сделаем сейчас. Хроматика. Вот, то есть я сейчас сделал Distribute Keys, самый частый в центре клавиши. И вот действительно пробел находится в центре, а вокруг него там начинаются какие-то остальные клавиши. Вот. Нормальный вариант, в принципе. То есть мы получаем музыку, в которой стало больше нот. Если это нужно, это вариант. Другой вариант, это, значит, отправив вот в обработку, также дать пробелу функцию вот апогиатуры, эскейпа или альтерации. Например, если дать стопроцентную апогиатуру, то пробелы все окажутся, собственно говоря, хроматическими вводами в следующие ноты. Ну, за исключением тех пробелов, которые оказываются перед клавишем, там, Shift, пунктуация, ну, или там, какими-то клавишами, которые не звучат. Вот. Эти клавиши, они остаются на вот центральной вот этой линии. Соответственно, ну, остальные, да, пробелы, вот они оказались хроматическими вводами в начало следующего слова. То же самое, то же самое пробелу можно дать хроматический эскейп, и он будет, соответственно, там, Херс после Эсо, вот пробел, да, Крейзи, после Вай пробел и так далее. То есть пробел становится хроматическим эскейпом. Ну, либо, соответственно, можно ему дать хроматическую альтерацию, ну, в этом случае он просто будет прыгать вокруг, собственно говоря, вот своего положения основного. А, ну, только я говорил, что в хроматической шкале хроматическую альтерацию сделать нельзя, поэтому, соответственно, нужно выбрать другую шкалу, например, диатонику, и тогда хроматическая альтерация пробелов заработает. Вот пробелы вышли из центральной ноты и стали, значит, равны двум ближайшим каким-то нотам, да. Вот. Хорошо. Вот, соответственно, попробовали вот такие варианты. Что еще можно сделать? Это отдать, значит, пробелу определенную какую-то ноту и не вводить тогда пробел вообще в, как бы, в расчеты. Причем, если так сделать, то в центре пробела уже не будет. Вот, например, можно пробел вывести, там, ну, я не знаю, ну, соль два, например, ноту, прямо одну ноту выбрать вообще, да. Соль два, соль два, например, можно выбрать. Пробел будет внизу на этой ноте, а вот здесь будет вот некоторая такая вот агрегация, построенная по принципам частотным, да. Ну, вот, к примеру, вот так, да, то есть это вот в хроматическом. Вот. Либо поднять, там, на соль три, к примеру, да. Либо поднять на соль три. Так, вот здесь вот. Вот, в этом случае диапазон будет, в общем-то, такой единый, да. Соответственно, что получается? То есть, получается, что играется мелодия и постоянно пробелы там убегают вниз. Пример такого звучания есть вот в этой записи. Вот, если прислушаться, постоянно, на самом деле, повторяется одна низкая нота, вот, создаваемая как раз таким образом. Да, можно, кстати, посмотреть, как, собственно говоря, сделано это, как-то выглядит вообще в пианороле. Вот, в пианороле. В пианороле, собственно говоря, вот эта нота внизу, как я ей сейчас показывал, да. Соответственно, ну, в общем-то, можно присвоить любую ноту пробелу, или можно, значит, пробел вывести, например, на целую группу нот. Например, с фа до соль в случайном порядке. Вот тогда внизу какие-то ноты, три, будут заняты постоянно пробелами, да. Такая возможность есть. Ну, и, соответственно, вот все, что я сейчас рассказывал про пробелы, все это работает и для, значит, других, например, для пунктуации, да. То есть, можно, например, отключить пробелы, включить пунктуацию. Ну, например, вот так. То есть, чтобы было сразу видно. Соль два. Посмотреть. Вот пунктуация у нас отправилась вниз. То есть, это энтеры, это, значит, апострофы, это запятые точки и так далее, да. Это все относится к пунктуации. Вот. Здесь, кстати, если кому интересно, можно посмотреть. C-type, это определяет, собственно, как раз тип текущего символа. 0 это буква, 1 это цифра, 2 это пробел, 3 это пунктуация, вот как раз пунктуация. Ну, то есть, чтобы понимать, какой алгоритм будет обрабатывать, да. И 4 это специальный символ. В данном случае, специально, точнее, специальная клавиша. В данном случае это shift. Вот. Ну и, в принципе, да. Можно, конечно, и со специальными клавишами поиграть. Надо только не забывать, что тогда нужно отключить, наверное, вырезание бэкспейсов, а то будет как-то странно. Вот. Ну, либо можно попробовать совместить эти алгоритмы, только в голове не запутаться, да, что происходит. Вот. Попробуем. Сейчас. Тоже отправить сюда. А, ну, это отключим. Соответственно, какие-то ноты попали. Причем, кстати, вот обращаем внимание, что это длинное нажатие видно, и это длинное нажатие – это большие буквы. Потому что, когда нажимается shift, обычно он нажимается длиннее, чем буква. И вот это нажатие shift. То есть нажимается shift, H, отжимается shift. Вот. Поэтому вообще shift-ы интересные. То есть они дают возможность еще такое добавить длинное звучание. Это есть, кстати, в каком-то какой-то из обработок. Сейчас посмотрю. Нет, сейчас не найду эту обработку, но, в общем, вот эти длинные нажатия на shift можно тоже озвучивать. Вот, в принципе, на самом деле рассказал про все варианты обработки. И теперь пару слов скажу о том, как вообще поделиться, наверное, с друзьями. там вашей обработкой. Ну, во-первых, после того, как, например, вы создали какую-то обработку, например, вот этого текста, настроили все параметры, значит, вам это понравилось, можно сохранить коэффициенты в базе данных. Для этого нужно ввести название, и это название появится здесь в разделе results. Результаты. Вот. Здесь будет название, которое мы вводили, а здесь будет название, собственно, записи. Ну, и, как я говорил, можно любую обработку, значит, наложить на любую запись. То есть, вот сейчас я открыл обработку, здесь показываются две, точнее, я открыл сейчас запись, и показываются две обработки, которые использовались для вот этой конкретно записи. зеленым цветом, а все остальные обработки белым. И можно применить любую белую обработку к вот текущей записи. То есть, вот здесь будут выбраны все те параметры, которые были использованы в той обработке. Ну, и, соответственно, после того, как вы вот обработали, вам понравилось, ну, во-первых, можно, значит, конечно, экспортировать MIDI, download MIDI-файл, и уже этот MIDI-файл, значит, настраивать в рабочей станции, делать звук, такой, как у меня в YouTube, проведен в использовании VST-инструментов. Но это не обязательно, конечно, если вам интересен именно, ну, математический компонент, как бы научный, все это дело, то у вас, в общем-то, все уже готово. Вы можете просто взять ссылку и отправить. Она достаточно длинная ссылка получается. То есть здесь такой, ну, длинный ссылк, но это, в общем-то, разрешенная длина, и я не знаю, на самом деле, систем, которые бы заблокировали такую длинную ссылку. Ссылка такая длинная, потому что она содержит все параметры абсолютно этой обработки, включая идентификатор вашей записи, вот, и все остальное, что здесь нужно, да, то есть все, собственно, параметры. При этом нужно понимать вот одну важную вещь. Если мы обрабатываем запись, ну, например, вот эту, и выбираем любой вариант рандома, ну, например, этот рандом или какой-то, какой-то рандомный лэйаут, там, или как-то рандомные, значит, не рандомный лэйаут, а рандомное распределение, там, или рандомную серию, рандомную последовательность, значит, или рандомные какие-то, вот, используем параметры, да, вот, все это, конечно, ну, будет каждый раз по-разному выглядеть, то есть, вот можно, например, обновить страницу, и будет совершенно новая запись. Ну, вот сейчас E тут наверху, да, вот, я обновил запись, а E уже ниже, да, вот, обновил, да, ну, сейчас, в принципе, что-то разница небольшая получается, вот, сейчас E ниже, да, вот, сейчас H наверху, Sode, вот, сейчас H, там, на до, пятая октябра, и так далее, ну, то есть, понятно, что рандом, это рандом, да, то есть, каждый раз мы получаем разный результат, так вот, в принципе, в системе есть возможность закрепить не только, ну, в общем-то, сами коэффициенты обработки, но и полностью результат обработки, ну, вы, конечно, можете MIDI-файл скачать уже конкретно этот, который вам понравился, но также есть возможность дать ссылку для анализа и для просмотра MIDI, вот этого Piano Roll, именно на этот вариант обработки, это ссылка linked to this exact random gush, и вот, если я нажму ее, проверим тут, DTE, по-моему, или OTE, да, наверху, я нажимаю на эту ссылку, и теперь, если я буду обновлять, значит, страницу, всегда будет одна и та же обработка, то есть, достаточно дать либо ссылку, вот на этот, ну, либо эту ссылку, то есть, правой кнопкой сохранить ссылку, когда, либо нажать на нее, и уже эту ссылку отправить, то есть, причем она отличается, на самом деле, от предыдущей тем, что здесь есть параметр seed, который определяет, с чего начинается генерация случайных чисел, то есть, первое там, первое случайное число. для того, чтобы сделать видеозаписи, такие, которые я выкладываю в YouTube с текстами, можно использовать, например, программу типа Camtasia Studio или Fastone и записать просто часть экрана, вот эту часть, соответственно, там, где печатается текст, и затем синхронизировать ее в программе типа, например, Camtasia Studio с звуком, который вы, например, сделаете в рабочей станции с помощью VST-инструментов или даже вообще просто записать сразу с меди-звуком, да, и уже будет вот такой какой-то демо. На этом, наверное, все. в статье, значит, на которую есть ссылка Not Stiper Tutorial, также есть в конце статьи описание проблем, с которыми вы можете столкнуться, и рекомендации по их устранению, вот, соответственно, просьба посмотреть, прежде чем писать мне. Я надеюсь, что больше 100 проблем в этой таблице я указал. Вот, если что-то здесь не указано, я буду ее обновлять в будущем. Всем спасибо, жду вас в моих следующих видеозаписях.